Там Макс Смолдерин Сапфир тоже регулярно, не переставая. Вот он цветет, тут потихонечку цветет, пересыхает регулярно, потому что стоит на краешке, вода к нему не доходит. Так бы, может быть, на фитиле он бы еще лучше цвел. Ну и так достаточно. Я все мечтаю, когда у меня будет поменьше фиалок, все перевести на фитиль. И тут Торонто Белл. Последняя полочка на стеллаже, которая на фитиле. Роб с Астрозомби. Опять же, лампу Юниель делает более розовым. И мало видно фэнтези. Это Ле Ника. И очень форма цветов похожа на АВ Кисельные берега. Вот такой замечательный букет. Это не потому, что он на фитиле, а просто это сорт такой. Так что советую. У него очень хорошее букетное цветение для новичков. Это у меня Палазимфира. Очень я ее люблю. Такие оски хорошенькие. Вот сравните. Сейчас. Вот обычная оса. Это им слил Дэд Кап. И вот это вот махровая оса. Есть, конечно, разница. Мне махровая нравится больше. Но зато им слил Дэд Кап цветет постоянно. Цветочки, правда, у него все время опадают. Недолго держатся. Так. Это я все время забываю название. Наконец-то много цветочков. Что-то там. Мур или Мор. Сейчас посмотрю. А, Санни Морн. У него желтые ручейки на цветах проявляются с возрастом цветов. Так, это Макс Кунг. Мне нравится у него, когда цветы засыхают. Они даже неплохо смотрятся. Это Роуз Гарден у меня. Сейчас цветочки побольше раскроются и тоже будут валяться. Но все равно очень красивый сорт. Это Эска Соблазн. Тоже мне нравится он. За его необычные цветы. У него такая темная каемочка и лепесточки закручиваются к краю. Я таких больше не видела сортов, мне кажется. И вот цветок как будто рифленый, если вам видно. И цветы крупные, яркие. Хороший у Эска, у Кузнецова. И розетка пестролистная, как все любят. У меня почти не осталось пестролистных розеток. Все раздала. Так, это у меня Диметрис. Оса-звезда. Тоже красивые такие осы. Запутались. Но они тоже опадают. И здесь моя заплывшая Черри Принцесс. Совсем почти нет цветочков химерных. Тоже пора избавляться. Здесь у меня Макс Соут Ой, нет. Как он называется-то, господи. Ой, забыла. Макс Корчин Сан Вспомнила. Он мне раздвоил голову, поэтому здесь я ращу пасынок. И буду переращивать, потому что он все равно двоит и двоит голову. Если вы читаете отзывы о фиалках, прежде чем покупать, там всегда все люди, у кого есть этот сорт, пишут, что он со временем двоит голову. Ну и на подоконнике последней фиалки вам покажу. Здесь у меня Малбари Джаз. Такой хороший, пушистый букет. Тоже уже отцветает. Это самое яркое южное окошко, поэтому они немножко портятся. Заплыла у меня кармен прилудской. Даже дрогать не буду цветы. Так вам как-нибудь их покажу. Вот у нее расцветка так же, как у пломбира с черникой лебедской. Красивая расцветка. Белая с фиолетовым. Очень мне нравится. Пусть она и такая будет. И белая тоже красивая с карандашной фиолетовой каймой. Даже с зеленцой. А вот она как раз черникой лебедской. Приличный. И дала мне приличный букет после перехода на фитиль. Уже подцветала. Недолго как-то она держалась. Она. Они цветы. Здесь у меня в экстаз. Я перенесла его с работы домой. Как видите, дома у меня открылись уже более розовые цветы. К сожалению. Ей нужно 20 градусов и меньше. Тогда она будет по сорту вот такая вот. Она. Они цветы. Что я говорю. Здесь, как всегда. Он уже почти попадал. Вологодский лен мой любимый. Огромный. Разросся в этом году. Листья такие лопухи. Хоть стоит на самом светлом окошке. Но это стандартный трейлер. Ничего с этим не поделаешь. Здесь. Ой, а вы. ЕК «Морской волк». И здесь темная ночь. В этот раз у нее очень мелкие цветы. Я даже подумываю, либо ее нужно переращивать из листика. Но мне лень. Поэтому тоже буду избавляться, наверное. Огромный-огромный дэнсинг трейл, который не хочет цвести. Там есть, по-моему, несколько цветоносов. Но я пока цветов не вижу. Тоже хочу избавиться от него. Это авая богема, которая меня разочаровала. Ну, что это за мелкие розочки? Я ожидала больших, крупных роз, как у других фиалок. А это что-то непонятное. Не нравится мне. Тоже буду избавляться. Здесь «Остин смайл». Всегда-всегда у меня цветет. Нравится. Красивый, пышный. Пелая лесная фиалка. На фитиле, опять же, показала себя лучше. Выдала приличный букет. У нее тоже, к сожалению, опадают цветы. Здесь у меня «РС Зеленая лагуна». Очень красиво я открыла первые цветы, которые уже засохли. Я тоже перенесла ее домой с работы. И посмотрите, она засушила все бутоны. Покрылась некрасивой желтой каемкой. Вот почему я не люблю белые цветы. Это моя химерка «Роккен Романс». Цветы мелкие, но их очень-очень много. Вот там даже их надо выправлять руками, потому что они не могут даже вылезти из-под старых цветочков. Красивый, приятный персиковый цвет. Это у меня «Тэн Си Трейл». Тоже хочу с ним попрощаться. У меня много синеньких таких простых. Здесь «Ле Марс». Я еще не удалила старые цветы. Вот эти вот цветет тоже с весны. Цветы крупные. Здесь у меня «Полина Виардо». Как вы видите, вот тоже перенесла с работы. Дом у меня открылись. Махровые, но, к сожалению, не такие крупные цветы, как на работе. Не знаю, в чем дело. Нет, я знаю, потому что у меня другой климат. У меня меньше света и жарковато. Ну и последняя, всем известная «Литуаника», которая цветет у меня стабильно раз или два раза в год. Вот такой крупный куст. Здесь три головы и вот одна голова расцвела. Скорее всего, уже отцветет, когда вот те бутоны из остальных голов раскроются. Напишите мне в комментариях, как часто у вас цветет «Литуаника». На этом все. Всем пока!